Слово представляется Кириллу Валерьевичу Яркову, кандидату технических наук, преподавателю Красного университета Фонда Рабочей Академии, для доклада по теме Ленина о требованиях к теоретикам марксизма. Здравствуйте, дорогие товарищи. Сегодня очень часто поднимается вопрос о развитии марксизма и применении его к современности. Появляется большое количество граждан, занимающихся так называемым творческим переосмыслением марксизма, которые на деле отрицают и просто искажают марксизм. Как же отличить сегодня действительных теоретиков марксизма от ненаучных шарлатанов? Прежде всего, мы об этом уже говорили сегодня, марксизм сегодня это ленинизм. То есть учение, разработанное Марксом и Энгельсом и существенно дополненное Владимиром Ильичом Лениным для эпохи империализма и эпохи пролетарских революций. Также сегодня мы об этом говорили, и я думаю, что любой грамотный человек это знает, что краеугольным камнем марксизма является диктатура пролетариата. И вообще говоря, термин диктатура пролетариата, он появляется у Маркса вот в каком контексте. Когда Маркс пишет Иосифу Вейдемейру, ни много ни мало пишет о том, какой, собственно говоря, научный вклад самого Маркса в науку. Он говорит так, что мне не принадлежит заслуга открытия классов и не принадлежит заслуга открытия борьбы между ними. Буржуазные историки давно открыли существование классов, а буржуазные экономисты раскрыли анатомию классов. Все новое, пишет Маркс, что сделал я, может быть сведено к следующему. Первое, существование классов связано с определенными фазами развития производства. Второе, борьба между классами необходимо ведет к диктатуре пролетариата. И третье, сама эта диктатура пролетариата составляет лишь переход к уничтожению всяких классов и к обществу без классов. Вот здесь Маркс прямо указывает на диктатуру пролетариата. Ну и Ленин вопрос о сущности любого государства повсячески подчеркивает. Он говорит, что вопрос стоит так и только так. Либо диктатура буржуазии, либо диктатура пролетариата. И для всех так называемых теоретиков, которые от этого вопроса открещиваются, он их характеризует следующим образом. Либо диктатура, то есть железная власть помещиков и капиталистов, либо диктатура рабочего класса. Середины нет. О середине мечтают попусту борчата, интеллигентики, господчики, плохо учившиеся по плохим книжкам. Нигде в мире середины нет и быть не может. Либо диктатура буржуазии, прикрытая пышными эсеровскими и меньшевистскими фразами о народовластии, учредилке, свободе и прочее. Либо диктатура пролетариата. Кто не научился этому из истории всего 19 века, тот безнадежный идиот. Я думаю, что и к истории 20 века, и начинающей истории 21 века это также применимо. Но достаточно и простого признания диктатуры пролетариата для того, чтобы быть марксистом. Надо сказать, что ответ на этот вопрос дала борьба рабочего класса России за построение коммунизма в первой фазе, то есть социализма. Во-первых, появились враждебные марксизмовые элементы, настаивающие на необходимости диктатуры пролетариата только в переходный период между капитализмом и коммунизмом. То есть в период, когда борются различные уклады в экономике после победы социалистической революции. И надо сказать, что проводники данных идей приводили достаточно много цитат из Маркса и Энгельса, как будто бы эту идею подтверждающей. Во-вторых, уже позже с построением социализма в России появились теоретические обоснования отказа от диктатуры пролетариата и перехода к народному, де-факто буржуазному государству, связанные с такими эклектичными теориями, как развитый социализм. Но специально для того, чтобы разобраться в этом, надо сказать, непростом вопросе, Владимир Ильич Ленин в работе «Великий почин» дает точное определение. Диктатура пролетариата, пишет Владимир Ильич Ленин, если перевести это латинское научно-историко-философское выражение на более простой язык, означает вот, что только определенный класс, именно городские и вообще фабрично-заводские промышленные рабочие, в состоянии руководить всей массой трудящихся и эксплуатируемых в борьбе за свержение иго-капитала, в ходе самого свержения, в борьбе за удержание и укрепление победы, в деле созидания нового социалистического общественного строя, во всей борьбе за полное уничтожение классов. И далее он замечает, заметим в скобках, что научное различие между социализмом и коммунизмом только то, что первое слово означает первую ступень вырастающего из капитализма нового общества, второе слово более высокую дальнейшую ступень его. Здесь надо сказать, что Владимир Ильич Ленин вполне конкретен. Диктатура пролетариата есть руководящая роль городских, фабрично-заводских рабочих до полного коммунизма. С одной стороны, здесь ставится крест на всяческих попытках ренегатов, хрущевцев отменить диктатуру пролетариата до построения полного коммунизма, который как раз и характеризуется полным уничтожением классов. А с другой стороны, закрываются лазейки уже сегодняшним путанникам, пытающимся записать в рабочий класс всех наемных тружеников и обеспечить диктатуру пролетариата не на основе руководящей роли рабочих крупных заводов и фабрик. Итак, ключевой вопрос о диктатуре пролетариата, следуя ленинским принципам, теоретик-марксист должен понимать вполне однозначно. Но как же не сделать ошибок по другим, не менее важным вопросам, как привести практическую деятельность в соответствии с марксистской теорией? Ответ можно найти в изучении марксистского метода, которым является исторический материализм, то есть диалектический материализм, примененный к истории. Здесь нужно различать как сам метод, как осознание формы внутреннего самодвижения, содержания изучаемого предмета, так и его применение к различным формам движения материи. В рассматриваемом в нами случае общественной форме движения. Достаточно распространенной сегодня является точка зрения, что Карл Маркс, давая критику капиталистического способа производства, использовал некий им самим изобретенный метод. Рассуждают о том, что в работах Маркса можно найти материалистическую диалектику как метод, но при этом никто не указывает, на какой же странице, в каком томе полного собрания сочинений можно данный метод найти. Вместо точных указаний на то, где же этот метод изложен, путанники философии указывают, что все работы Маркса и есть изложение того самого метода, который он использовал. Это верно, но лишь в том смысле, что применение диалектического метода к изучению любого движения материи будет содержать в себе этот самый метод, но в снятом виде. Непосредственное изложение диалектического метода содержится в труде Георга Эльгма Фридриха Гегеля «Наукологики». Несмотря на то, что по рождению впервые диалектика появилась в идеалистической форме, как движение идей, выражающей через высшую форму материи, возвращающейся через высшую форму материи к себе самой, материалистическое толкование диалектики лишь просто убирает это движение идей, и вся диалектическая система представляется как отражение объективного движения материи в движениях категории диалектики. И не случайно Владимир Ильич Ленин, штудируя науку логики, в месте конспекта, где он разбирает последнюю главу «Учение понятий», пишет «Замечательно, что вся глава об абсолютной идее почти ни словечко не говорит о Боге. Едва ли не один раз случайно вылезло божеское понятие. И кроме того, почти не содержит специфический идеализма, а главным своим предметом имеет диалектический метод. Итог и резюме, последнее слово и суть логики Гегеля «Есть диалектический метод, это крайне замечательно. И еще одно, в этом самом идеалистическом произведении Гегеля всего меньше идеализма, всего больше материализма. Противоречиво, но факт». Отметим, что Карл Маркс, видимо, пытался сделать попытки изложить диалектические категории в более сжатом виде. В письме Фридриху Энгельсу, в одном из писем Фридриху Энгельсу, он писал «Если когда-нибудь снова нашлось время для таких работ, я с большим удовольствием изложил бы на двух или трех печатных листах в доступной здравому человеческому рассудку форме то рациональное, что есть в методе, который Гегель открыл, но в то же время и мистифицировал». Надо сказать, что по всей видимости данные попытки более короткого изложения оказались безуспешными. А Фридрих Энгельс, в свою очередь, по данному вопросу отмечал прямо, что в науке логики Гегеля имеется единственный компендий диалектики. Итак, методом марксизма является материалистически истолкованная диалектика, разработанная Гегелем и примененная к истории. Владимир Ильич Ленин особо наставил на том, что современный марксист должен изучать диалектику как философскую основу марксистской теории. В журнале «Под знаменем марксизма» в работе о значении воистовающего материализма он указывал, что без солидного философского обоснования никакие естественные науки, никакой материализм не может выдержать борьбы против натиска буржуазных идей и восстановления буржуазного миросозерцания. Чтобы выдержать эту борьбу и провести ее до конца с полным успехом, естественник должен быть современным материалистом, сознательным сторонником того материализма, который представлен Марксом, то есть должен быть диалектическим материалистом. Чтобы достичь этой цели, сотрудники журнала «Под знаменем марксизма» должны организовать систематическое изучение диалектики Гегеля с материалистической точки зрения, то есть той диалектики, которую Маркс практически применяла в своем капитале и в своих исторических и политических работах. Для того, чтобы организовать изучение диалектики, опять же, по Ленину, необходимо разрабатывать эту диалектику со всех сторон, печатать в журнале отрывки из главных сочинений Гегеля истолковывать их материалистически, комментируя образцами применения диалектики у Маркса, а также теми образцами диалектики в области отношений экономических, политических, каковых образцов новейшая история, особенно современная империалистическая война и революция, дают необыкновенно много. А группа редакторов и сотрудников журнала «Под знаменем марксизма», по мнению Владимира Ильича, должна быть своего рода обществом материалистических друзей гегелевской диалектики. То есть получается, что студирование науки логики и ее материалистическое толкование – вот что означает изучение диалектики по-ленински. Ну и возникает вопрос, а много ли членов партии большевиков тогда еще занимались систематическим изучением диалектики, выполняя наказ Ленина? В письме к съезду Ленин не только указывает на небольшевизм Троцкого, то есть он говорит прямо, что Троцкий – это небольшевизм. Поэтому сегодня те, кто следуют заветам Троцкого, они к марксизму и большевизму не имеют никакого отношения. Но еще Ленин подчеркивает, он дает характеристику молодым партийным силам. Он пишет, что Бухарин не только ценнейший и крупнейший теоретик партии, он также законно считается любимцем партии. Но его теоретические воззрения, очень с большим сомнением, могут быть отнесены к вполне марксистским, ибо в нем есть нечто стахоластическое. Он никогда не учился и, думаю, никогда не понимал вполне диалектики. И далее Владимир Ильич указывает, что, возможно, у Бухарина и у Пятакова, которому он тоже дает характеристику, будет случай пополнить свои знания и изменить свои односторонности. Так вот мы знаем из истории, что ни тот, ни другой этим случаем не воспользовались. Сегодня ситуация мало изменилась. И тот из коммунистов, кто не ведет систематического штудирования науки и логики, пожалуй, вправе называть себя верным бухаринцем. Но с большим сомнением может относиться к марксистам-ленинцам. Отсутствие философского основания у коммуниста ведет его не только к ошибкам в анализе текущей ситуации, но и к пониманию других моментов марксизма, как, например, политэкономии. Владимир Ильич Ленин, опять же, в конспекте науки и логики, писал, что нельзя вполне понять капитал Маркса, и особенно его первой главы, не проштутировав и не поняв всей логики Гегеля. Средственно, никто из марксистов не понял Маркса полвека спустя. Надо полагать, что вопрос о том, должны ли современные теоретики марксизма вполне понимать Маркса, можно считать риторическим. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok